доброго времени суток всем друзьям мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по острову тру принадлежащему к проекту арма 3 altis life прошлых частях мы уже посмотрели на сбор ресурсов на экономику на архитектуру данного острова есть еще ряд интересных вещей которые мы сейчас и поедем смотреть и первой нам попадается некая база премиальной группировки расположена она в старом разрушенном замке очень давно когда только начинались сборки армы первые сборки очень часто премиальные базы ну или просто не премиальные просто базы часто ставились вот именно в этом месте это было такое популярное место сейчас это уже подзабыто сюда мало кто ставит базы свои но на этом острове здесь стоит база мы поедем на нее посмотреть естественно разрушенный замок как вы видите добавлен добавлено много всяких элементов ну вот не совсем красиво например вот посмотрите вот сюда просто навалено чего-то навалено каких-то непонятных текстур не очень красиво для чего тоже не особо понятно как я уже говорил в прошлых частях похоже что разработчик данного острова просто тренируется потому что все так нелепо и некрасиво стоит и это не единичный случай на этом острове видимо вообще данная конструкция не предназначен для машин потому что попытался заехать но здесь все цепляется наверно это просто чтобы подниматься так сказать пешим ходом суда ну вот так вот еще это выглядит вообще в целом база выглядит как-то так знаете очень среднечко что ли если это премиальная база если бы я заказывал себе например играя на этом острове базу то я бы попросил чтобы мне переделали потому что ну очень как-то все никудышно некрасиво да вот что это за сцена такая вот непонятно объекты как-то понаставлены понаставлены наверное из-за этого и в основном и перестали здесь ставить базы кстати когда я уезжал кто-то появился как я уже сказал что раньше это место было очень популярно и я в начальных когда еще начинал играть в арму очень много видел как премиальные базы ставились вот туда но сейчас это как-то ушло в никуда ну вот я поездив на этом запорожце зеленом решил поменять машину денежка небольшая есть поэтому я купил машинку чуть-чуть побыстрее потому что делать обзор на вот этом запорожце на котором я ездил на вольтсвагене очень сложно купил чуть-чуть побыстрее машинку такую белую бмв ну и заодно показать какие здесь есть машинки кстати машинка прорисована неплохо есть даже приборы и если включаешь зажигание прибору светится ну работает естественно только спидометр тахометр почему-то очень редко встретишь машину в которой на приборах показывается бензин на всех стоковых автомобилях ну то есть армовских там камазы и что там еще какие есть машины идут в стоки в арме там все приборы работают и топливо в том числе на так сказать добавленных моделях очень редко встретишь когда топливо показано на щитке приборов в основном они не работают ну это не исключение ну ладно машинка нормальная прорисовка хорошая вроде бы ездит а вот кстати валяется мой запорожец как видите уже без колес разбитый и тут я его и бросил моего нафиг очень медленная машина очень печально она будем ездить дальше на б бмв шки но проскочили мы блокпост и далее я хотел заехать в аэропорт показать летную технику но увы здесь без лицензии летную технику мне никто не покажет жаль конечно но идти еще набивать денег где-нибудь на меди или еще где-нибудь чтобы показать купить лицензию пилота и показать авиатранспорт ну честно говоря просто нет желания поэтому я поехал мимо аэропорта в город атиру и вот здесь встретил как всегда на этом проекте очень пестрое белое здание с кирпичной текстурой очень много кирпичной текстуры и очень много белого вот на этом острове как я уже и говорил как ну нету как-то стиля нету антураж атмосферы нету здание какие-то дурацкие такой тир я уже видел он встречается очень часто и кстати говоря именно вот на этом месте где-то в другом месте я не видел здесь есть функционал у этого тира то есть можно упускать защитную барьер точно также можно защитный барьер поднимать на некоторых таких же здания тира можно включать камеры вот эти телевизоры справа наверху они вообще-то включаются в некоторых тирах но здесь я походил вот и я не могу вспомнить этот переключатель но тут вокруг издание висят камеры эти камеры как бы могут передавать изображение вот на эти телевизоры но здесь это либо не работать либо я просто забыл уже Где он включается Ну вот так выглядит тир, почему-то выполнен в какой-то Фанерном стиле таком Но он везде такой Я сколько раз его встречал, вот это здание тира Оно везде одинаковое Есть небольшой ларечек, тоже бесфункциональный Но судя по всему здесь должно подаваться оружие Для стрельбы из тира Ну или может быть боеприпас Ну в общем вот такое вот здание здесь присутствует Чтобы им кто-то пользовался Честно скажу, никогда не видел Еще раз повторюсь Что это здание видел я уже очень часто На этом же месте всегда стоит Но чтобы им кто-то пользовался или какие-то здесь РПшки проходили, ни разу не видел Просто такой как нагрузка на карте Просто висит он мертвым грузом Ну вот сам город Атира Здесь никаких в общем-то изменений нет Как видите магазины сделаны В бывших заправках То есть убрана часть заправки И там стоит магазинчик На карте они обозначены В общем больше в Атире смотреть нечего Но рядом с Атирой есть интересные объекты Туда мы сейчас и двинемся И вот один из объектов тоже Очередная база Кстати баз на острове очень много Не так много конечно как на моем предыдущем обзоре Но тоже хватает База вот такие вот Если на прошлом обзоре было все в бетонных заборах Здесь все в зеленых заборах Но здесь хоть не такие здоровенные заборы И базы как видите открытые То есть проезд на базу спокойный По РП конечно же вас сюда никто не пропустит Но если хочется посмотреть То в неурочное время В принципе милости просим Как бы можно пойти посмотреть Как устроена база Думаю никому от этого хуже не станет На предыдущем своем обзоре Я показывал что все базы Во-первых за огромными высокими заборами И все закрыты То есть туда вот так вот в неурочное время Даже не пройдешь и не посмотришь что там есть Здесь все открыто Да по РП сюда лучше не заходить То есть если есть большой онлайн То если уж очень хочется посмотреть То можно договориться Там ребятам все в принципе адекватные Они пусть это покажут Ну вот такая вот здесь база Своя заправочка Как-то очень неаккуратно стоит трамплин Где разгоняться Место для разгона Где там стоят NPCшки и заправка Странно поставлено Конечно барьерчик Это сделано для того Чтобы быстро покидать базу С помощью этого барьера Трамплина Ну вот так вот внутри сделано Простенько Все очень простенько Есть какое-то подобие своей тюрьмы даже Не знаю военнопленных здесь держать Наверное Но видимо к Новому году Доставили здесь снеговиков Видно что пролезает камень Через текстуру этого здания Мебель к сожалению не интерактивная Я попытался куда ему сесть Вот такая тоже простенькая база Средничковая Но тем не менее она открытая На нее можно посмотреть Ну а далее я поехал недалеко Здесь есть точка добычи нефти Мы помним что мы добывали В первой части медь И на медном руднике Не было вообще ничего Он был стоковый Вот просто точка добычи меди Ничего Здесь же смотрите стоят насосы Около каждого насоса стоит какой-то сарайчик Ну то есть вот здесь все-таки автор что-то сделал Чуть потрудился Антуражность какая-то есть Ну и согласитесь Гораздо приятнее играть Да если вы приезжаете на точку И там согласно атмосфере Стоят какие-то объекты Относящиеся к этой точке Да вот как-то здесь например Нефтедобыча да и стоят Нефтяные насосы Но к великому сожалению Таких точек здесь не очень много Ну как видите они есть Но в основном это стоковые точки Где стоит один NPC В чистом поле И в общем-то на этом все Далее мы подъезжаем к некой мастерской Это уже крафтовая тематика И сейчас мы ее посмотрим более близко Надо также отметить Что на этом проекте Тема крафта развита очень хорошо Я бы даже сказал хорошо развита И сбалансирована То есть нету никакого перебора Крафтовых вещей достаточно много Но они никак бы не акцентируются На этом Также радует что здание мастерской Выбрано ну так скажем Достаточно антуражно Добавлены видите какие-то Инструментальные ящики Сварочные аппараты Сделано некое подобие верстака Ну в общем антураж есть Атмосферность есть Хотя здание на самом деле Это здание коровника Ну или свинарника Ну а вот так вот выполнено меню крафта Как видите все очень культурно Ну красиво Аккуратно, компактно К сожалению я не знаю Как заниматься крафтом Ну вот то что здесь представлено Вы сейчас видите Я нажимаю по очереди все иконки И тут высвечивается то что можно делать Я когда играл в арму И играю сейчас Я не очень увлекаюсь Мне не очень заводит эта тема с крафтом Поэтому я как-то ее стараюсь Все время обходить стороной Мне просто чисто говоря Лень все время заниматься этим Потому что для того чтобы скрафтить Какой-то предмет Нужно собрать кучу других предметов Приехать сюда И здесь уже сделать И нужен тебе предмет Мне проще его где-нибудь купить Или с кем-нибудь договориться Не люблю я вот эту всю крафтовую тематику Но тем не менее Здесь она как видите представлена И представлена очень красиво и здорово Все не то что написано Все даже нарисовано А почему я сказал что здесь все сбалансировано? Потому что находясь на этом проекте Я не нуждаюсь в крафте То есть если мне захочется что-то скрафтить Я скрафчу Но я могу играть и без этого крафта То есть у меня все есть Есть например такие острова Я их показывал Где даже рюкзак Изначально чтобы начать что-то делать Даже рюкзак себе надо было скрафтить Есть и такие проекты И на прошлом проекте Даже еду надо было себе крафтить Здесь же это тебя не напрягает И это есть баланс А вот как выглядит точка продажи металла Вернее сказать не продажи металла А продажи металлоконструкции Видимо это третья точка В цепочке сбора металла В первой части этого обзора Я показывал что здесь есть два вида сбора Вы можете собрать ресурс Переработать его и продать А можете собрать ресурс Переработать Сделать изделие И продать уже изделие Вот это точка продажи изделий И вот эта вот система вариативности Является огромным плюсом этого проекта Ну а дальше хотелось бы посмотреть на карту Как видите карта кстати переделана И визуально она выглядит вообще по другому Также надо отметить Что и меню карты тоже полностью функциональное Но меня здесь удивило Как и на прошлом моем обзоре Острова Тиранос Огромное количество баз Честно скажу не знаю что за РП Здесь тоже происходит Наверное постоянные войны Я вот их сейчас отмечаю на карте Только отмеченных на карте Баз 6 штук Это еще не считает той базы Которую я вам показывал Скорее всего база профсоюза Не отмечена база повстанцев Или революционеров Как они здесь называются Не отмечены базы ОМОНа спецназа Но они здесь есть То есть очень огромное количество Всевозможных баз Всех их конечно же я объезжать не буду Но я их просто покажу на карте Сколько их Вообще присутствует здесь И вот последняя база На которую мы сейчас ездим Это так называемый полуостров Крым Здесь база революционеров Она тут называется Туда мы сейчас и поедем Посмотрим как выглядит она Ну и вот в общем то Мы подъезжаем на перешейк И как на многих островах Тут тоже стоит КПП Я уже рассказывал Что где-то стоят заборы Где-то вот таким вот Камнем отвалено Но в общем то Здесь на многих островах Стоят вот такие вот КПП Уж не знаю Кто-нибудь здесь когда-нибудь дежурит Или нет Но чтобы попасть на базу повстанцев Или как они здесь называются Революционеров Нужно будет проехать Вот это вот КП Далее нас встречает Сама база повстанцев Ну или революционеров Выглядит на самом деле Как база приема металлолома Очень много всевозможных моделей Вертолеты Вот там хвост самолета Еще вон там вертолет Какие-то памятники Ну сейчас зайдем И все так сказать Досконально посмотрим КППшечка мне уже нравится Вот только лишний памятник сверху Ну так вообще Антуражненько выглядит Красиво Симпатично Давайте зайдем За нее И поднимемся наверх Надо отметить Что вот подобных высших Я не видел в армии Или может быть Просто не обращал внимания Но подниматься на нее удобно Ну и вот Вид на эту базу сверху Есть такое ощущение Немножко переборщил автор Но в принципе В принципе Выглядит нормально Достойно На моих обзорах Я показываю постоянно Эти базы И есть очень скромные Просто очень скромные Здесь же да Есть небольшой перебор Вот с этими танками Битыми вертолетами Но в принципе Сделан очень симпатично Так антуражненько Как мы увидим Огромное количество продавцов Давайте у кого-нибудь Что-нибудь посмотрим Но сразу скажу Что с большим количеством Продавцов Я здесь не смогу взаимодействовать Ну вот пожалуйста Лицензии Так сказать Нелегального направления И мы видим Что метка бандита Стоит всего 20 тысяч 20 тысяч Это очень маленькие деньги Для этой экономики Этого проекта А вот метка Черного рынка Стоит 200 тысяч Но объяснить вам Что такое метка Черного рынка Я не смогу Потому что Для этого надо Более глубоко Углубиться В этот игровой процесс На что у меня К великому сожалению Нету просто времени Но хотелось бы узнать Что это за метка Черного рынка В целом База революционеров Мне нравится Я бы конечно Немножко подаубирал Отсюда Вот эти лишние Разбитые вертолеты Танки Они как-то Ну ни к селу Ни городу Больше похоже На базу приема Вторчер мета Ну и вот эти памятники Тоже их слишком много И они тоже Как бы Ну неуместны что ли Ну а в целом База мне нравится Сделана Хорошо Добротно Мы видели Гораздо скромнее базы Учитывая Что это база Для всех игроков А не премиальщиков Ну если Эту базу Например сравнивать С той Которую я показал В самом начале Этого ролика Премиальная база То если честно Мне вот здесь Даже уютнее Интереснее Находиться Чем вот на той Где текстуры Навалены Как-то Друг на дружку Ну и ладно Едем в сторону Ковалы Больше в принципе Смотреть нечего Осталась Последняя база Которую бы я Хотел вам показать Вот она Мне нравится Больше всех Смотрите Как аккуратно И красиво Она сделана Да Стоят эти же Вышки Как и на Базе революционеров Но стены Какие красивые Интересные стены Ровненькие Аккуратные Вообще Такое впечатление Что эту базу Сюда Кто-то привез То есть Приехала группировка Какая-то Премиальная Вместе со своей базой Настолько она Выбивается Из того Что я видел Красотой стен К сожалению Не смогу туда зайти И показать вам Что внутри Потому что Там кто-то есть Оттуда только что Вылетел вертолет И еще один вертолет Там стоит на площадке Но мы находимся На РП проекте Поэтому вмешиваться Сейчас я туда Ну просто не могу И это будет некрасиво Поэтому покажу вам Только снаружи Но очень красивая база Вот она единственная Здесь такая вот Симпатичная Которых я Объехал и посмотрел Дальше же По пути в Ковалу Мне ничего интересного Не попалось Разве что Я заехал на заправку Заправиться И понял Что туда можно Продавать бензин Вот как это здесь Развитто Я на самом деле Не знаю Но фишка с продажей Бензина интересная А вот это Магазин внедорожников И если честно Вот этот саратчик Бы поставить Куда-нибудь На место продажи металла Или на место продажи нефти Как-то не выглядит Это как магазин А чего удивляться На этом проекте Все здания Магазины и объекты Выглядят как-то Нелепо и несуразно Ну ладно Давайте смотреть транспорт А вот с транспортом Друзья В отличие от зданий На этом проекте Все прекрасно и хорошо Мало того Что здесь Огромное количество Всевозможного транспорта Но и меня удивляет Вот это вот Меню Магазина Мало того Что на каждый транспорт Все расписано Так еще и Познавательная статейка Есть под названием Каждого автомобиля Это просто Умиляет и радует Это здорово Все читаемо Все доступно Куча цветов Есть выбор материалов Есть даже Вип цвета Но это наверное Уже не плюс Хотя кому как Кому-то нравится Донатить И выделяться Потом Все дело вкуса На самом деле Тут я не судья Главное что Главное что здесь Огромное количество Всевозможного транспорта И надо сказать Доступного транспорта Потому что Назвать эту экономику Супер сложной Я не могу Я поработал Один раз На первом видео И на эти деньги Я купил Две машины Да Не весь какие Но они у меня есть То есть Без колес Вы не останетесь Поработайте еще Чуть-чуть побольше Сможете купить Автомобиль Покруче Поэтому Все дело Так сказать За вами Я например Поработал Но больше мне не захотелось Хотя надо напомнить И вообще Уже надо подвести Какой-то итог Здесь Очень простая И очень интересная Схема сбора ресурсов Напомню Что она Состоит Как из двух ступеней Так и из трех Дело за вами Вы можете Собрать ресурс Переработать его И продать Уже переработанный продукт А можете Собрать ресурс Переработать его Поехать Сделать изделие И продать уже изделие Но выбор за вами Хотите в две ступени Хотите в три В любом случае Конечный выхлоп Вас порадует Потому что экономика Здесь совсем не сложная Зарабатывать деньги Здесь Ну Не предстоит вам В общем Часами сидеть на Карьере Или еще где-то Давайте я вам покажу Сколько здесь стоят дома Вот это Самый крутой дом Ну Может быть не самый Но один из них Это двухэтажный дом Пожалуйста Он стоит Миллион двести С подобной экономикой Я думаю Если вы будете здесь Плотненько играть Там скажем Недели через две Вы сможете себе Его позволить Но есть и другие дома Это самый дорогой Есть дома Гораздо подешевле Сейчас я вам это покажу Вот Цена на дом Одноэтажный Двухкомнатный дом Ну кто играет Он знает этот дом И пожалуйста Вот цена на этот дом 400 тысяч Скажу вам Что самый дешевый Вертолет Здесь стоит 200 тысяч Еще для примера Скажу Что в первый день Когда я поехал На медь Мы заработали 60 тысяч Ну мы их поделили На двоих Вот и считайте Ну это все Что касается Экономики Экономика И работа Здесь Одни сплошные Плюсы Также проект Пестрит новинками И какими то Уникальными штуками В виде Анимированных ботов У каждого бота Есть свое имя Отличные Красивейшие Менюшки магазинов Куча Просто куча Информации Как основной Так и дополнительной Как по Транспорту Так и по вещам Каким то шмоткам Инструментам В общем Информативности Очень много В общем В целом Проект очень понравился Все замечательно Все удивительно Все красиво Кроме К сожалению Зданий Зданий И вся архитектура У острова Дизайн Отвратительный Здания Кособокие Некрасивые Очень много Белых текстур В общем С архитектурой Здесь какая то беда Во всем остальном Проект очень хороший Интересный И играбельный Если кому то понравилось Заходите Играйте Милости просим Остров всегда открыт Но у меня на этом все Я пойду искать Новые острова Новую жизнь Всего вам Доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok